Если вы решили, что это редкий экспортер, то вы ошиблись. Мы специально оставили чистую эту страницу, чтобы заполнить ее и создать собирательный образ, широко популярный в 20-х годах, четвертой полосы газеты «Гудок». Ее выпускали молодые ребята с неистащимым юмором. Иль, Петров, Олеша, Булгаков. Итак, начинаем телевизионный выпуск четвертой полосы «Гудок». «Гудок» Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В отличие от других из такой же серии, в основе своей правдив, оказалось, что поездки с жеными и собаками и черт знает с кем на казенных дрезинах действительно имели место. Гудков Гудков Это такая фамилия. Ну, а Гудок, сами знаете, газета. Гудков сидел за вхозом в Царицынском линоделе, ну, а Гудок издавался в Москве. И вот ревизия хозяйственной части линодела обнаружила хищение, злоупотребление казенными материалами вплоть до подделки частных заказов и даже случаи пьянства Гудкова с его приятелями на работе в рабочее время. Ну, хотя все это было зафиксировано в акте и передано начальству, начальство до сих пор пальцем не тронуло Гудкова. Рабочие недумевают. Уж не решило ли начальство, принимая во внимание успехи транспортной газеты на фронте борьбы с хищениями или также успехи Гудка на поприще борьбы с пьянством, освободить Гудкова от заслуженного и т.д. Ежели так, то поспешим разъяснить. Не думайте, не думайте, что Гудок, например, будет иметь что-нибудь против отдания Гудкова под суд или удаления с должности, ну, или еще чего-нибудь в этом же роде. Нет, уверяем вас, нисколько не будем против и даже наоборот. Сие письмо, приблизив к носу и видя тему по плечу, я по крысиному вопросу слегка окрыситься хочу. Являя хитрость и отвагу, проникнет крыса в дверь, в окно, и сразу нужную бумагу утащит ловко под сукно. Или, кусая блеском взгляда, у двери встанет нет, да нет, и не пускает без доклада всех, кто поменьше в кабинет. Летает, прыгает орешком, меняет голос, цвет и вид, кусает икры мелким пешком, предкрупной пешкою юлит. Сей зверь хитер, проворлив ловок, шныряет всюду, вверх и вниз, но много разных крысоловок у нас имеется для крыс. Очередь. Кому очередь за годы войны революции в зубах не навязла? А вот нашелся же один такой человек в СССР, которому на очередь поглядеть, все отдай да мало. Сидит он, наверное, в управлении Рязанской Уральской железной дороги, и, надо полагать, такую думу, думает. Да. Давненько на станциях нашей дороги очередей не водится. Даже неудобно как-то. А ну-ка, заведу я им очередь. Перестану я на станцию Денежникова билеты посылать железнодорожные. Посмотрим, как-то там у них будут писать от руки квитанции дополнительного сбора. Да ведь еще в трех экземплярах. Один этот пассажир в зубы. Одну к отчетности. Одну в крышке. Станет у них очередь у кассы. Обовьет это раза три вокруг станции. Красота. Вот так или не так было. Только перестало управление посылать билеты на станцию Денежникова. Стали у них по четверти часа тратить на каждого пассажира. Стал у них хвост у кассы. Обогнул это ведь. Три раза вокруг станции только. Глянул любитель очередей хитрым оком из управления дороги. И сердце у него упало. Да это... Как же ж? Да это... Что же ж? Да это... Как же ж? Да это... Что же ж? Со стульями притащились хитрецы. Это коней и... С постелями придут. Спать в очередях будут. Деревнями целыми в очереди засядут. Хлеб будут... В очередях косить и сено убирать. Так это ж неинтересно. Не очередь, а сплошное мошенство. Вот так любитель очередей был наказан. Да, видно, мало. Ибо... Не перевелись еще любители очередей. А как вы думаете, товарищи пассажиры? А? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok